До начала учебного года еще месяц, но на школьной ярмарке уже многолюдно. Главная задача родителей собрать своего ребенка к первому сентября. Для этого нужно не только время, но и деньги. В семьях Клочковых к учебе готовят сразу двоих детей, так что расходы будут двойные. Вот одной, чтобы купить обувь, хотя бы на первое сентября, сарафаны, платьишко, это где-то тысяч пять уходит. Вот если купить сменку еще, то это еще добавляете. Как минимум на одного ребенка одно до двадцати тысяч выйдет. Оксана Романова собирает дочь в четвертый класс. Ассортиментом довольна. Все-таки больше ста торговых палаток, но вот цены оставляют желать лучшего. Пока мы еще только начали собирать. Уже затраты где-то семь, десять тысяч. Но сегодня вот пока две с половиной, это только кроссовочки и туфельки. Главный критерий выбора одежды и обуви – ее практичность и натуральные материалы. А вот что касается канцелярских принадлежностей, то тут уже можно смело фантазировать. Любой каприз за ваши деньги. Ручки, карандаши, тетради – может и мелочь, но весьма затратная. Если первоклассник набирает весь комплект, то это будет стоить от трех – трех с половиной тысяч. Вот так вот. Бюджетный вариант, да? Бюджетный вариант. Но в этом году цены вообще не отличаются. Дневник в среднем стоит 200 рублей. Тетрадь – 24 листа, примерно 30 рублей. Пенал можно приобрести и за 100 рублей, и за 700. Рюкзак – это, пожалуй, главное, на что стоит обратить внимание, собирая ребенка в школу. Он должен быть не только красивым, но и практичным и удобным. С ортопедической спинкой и широкими лямками. Средний ценник – 3000 рублей. Но если очень постараться, можно найти и дешевле. Но основная статья расходов во всей этой предшкольной суете – конечно, форма. Цены на костюмы начинаются с двух с половиной. Рубашки для девочек и мальчиков – от 1000 рублей. Примерно столько же и обувь. Плюс сменный комплект одежды умножает цифру на два. Так что в среднем сборы к школе обойдутся в 1015-20.